Друзья, всех приветствую! В работе у меня будет Land Cruiser 100. Если я не ошибаюсь, 2004 год. Пробег 300 с лишним тысяч километров. Моя задача ремень ГРМ поменять. Сразу попутно будем менять антифриз, потому что сливается какашка. Он темного цвета. И сейчас я покажу вам крышку. Вот у нас крышка, на ней тоже каки. Поэтому антифриз мы заменим. Здесь мы подошли по-грамотному. Владелец мне оставил свечер этот автомобиль. Я помыл слегка под капотку, чтобы было приятнее заниматься автомобилем. Как раз к утру это все дело высохнет. И я продолжу. В общем, антифриз сливаем. Менять масло в автомате будем вместе с фильтром. Сейчас подготавливаю и сливаю жидкость с автоматической трансмиссией. Перед сливом сразу мы ослабляем вон там заливную горловину, чтобы точно знать, что мы ее зальем туда, эту жидкость. Бывает так, что там перетянут. И тогда придется заливать либо через контрольку под давлением, либо через сливное отверстие, как повезет. Последний раз мне пришлось заливать под давлением вот через контрольку жидкость в автомат, потому что там стоял блокиратор КПП и подлезть к пробке было вообще невозможно. Попутно передние колодки скорее всего вылезут, но это не так важно. То, что касается ГРЭМа. Мы с владельцем здесь подошли грамотно, не стали экономить. Получается, весь комплект у меня в оригинале. То есть все, что можно и нельзя. Водяной насос. Получается ролик-натяжитель. Один из промежуточных роликов. Прокладка автомата. Все в оригинале. Фильтр автомата в оригинале. Для замены ГРЭМа кое-какие тут колечки одноразовые. Это на у нас термостат. Сальники необходимые для коленвала, для распредвалов. Сам натяжитель в сборе новый, потому что 300 плюс тысяч уже желательно, наверное, будет освежить термостат новый. Сразу я взял ремень ГРЭМа оригинал. Получается, вот здесь вот такие колечки есть, там на кое-какие трубочки. Так, здесь у нас тоже для одной из трубок получается уплотнительное кольцо. В сборе у нас будет натяжитель навесного ремня. Такая вот конструкция в оригинале. Так, получается у нас еще один из роликов. Ролик паразитный верхний, это навесного ремня, зубчатый. И взяли вот такой кронштейн-вертолет, потому что пробег 300 плюс, уже есть смысл его поменять. В общем, весь комплект вот этот в оригинале. Обошелся он порядка 40 тысяч рублей. И это грамотный подход, потому что, в общем, смысл такой, что я владельцу сказал, если ГРЭМом я буду заниматься сам, то я буду делать это на оригинальных комплектующих. Все-таки с китайскими какими-то аналогами мудрить вертеть смысла нет. Можно, как вариант, некоторые ролики рассмотреть фирмы Коя, но они по ценнику были практически как оригинальные. Поэтому я все взял в оригинале и как бы закрыли вопрос. В общем, буду заниматься процессом. Процесс длительный. На день, на полтора, на два я попросил, чтобы мне владелец машину оставил. Как можно видеть, раньше японцы делали вещи. Нигде ничего у нас не течет, не сопливит. Помпа, как на РХ-350, не течет, не шумит, не гудит. Все четко, все красиво, все отлично. Да, уже по пробегу тут с рулевой рейкой есть небольшие сопливости, но, в принципе, пока все у нас достаточно живо и жить еще будет. Сразу попутно я вот здесь обнаружил, что у нас радиатор не закреплен, винты потерялись, поставим новые, закрепим все это дело. Ну и продолжим процесс, будем все разбирать, смотреть, вертеть, крутить, чинить. Сейчас я займусь автоматом, скину поддон, поменяю фильтр, заправлю жидкость и уже потом перейду на моторку. Масло в моторе также будем менять. В общем, большая трошка, так называемая, будет у нас запланирована. Из заметок, да, в принципе, особых заметок тут никаких я и не сделаю. Как я и упоминал, раньше японцы делали вещи, какие-то проблемы по сотке, они бывают, присутствуют, но не в больших массовых масштабах получается. Возможно, все снимать не буду, потому что на телефоне нету памяти. Поэтому, что смогу, то сниму, что не смогу, то, получается, пройдет мимо экрана. Скинул поддон, состояние внутри нормальное, масло, конечно, какашкинское, но ничего страшного. Так, и посмотрим мы на магниты. В принципе, по большому счету, на магнитах грязи не так много, стружки не так много. Колом ничего тут не стоит, поэтому я еще раз хочу сказать, друзья, что лучше вы почаще меняете жидкость в автомате, нежели занимаетесь снятием поддонов на больших пробегах, заменой фильтров и прочего. Также, что можно отметить, у коробки автомат, в принципе, есть две, скажем так, причины выхода ее из строя. Это эксплуатационный фактор, когда ее владелец сам ушатывает, и получается ресурсно-конструкционный фактор. То есть, если мы посмотрим на динамику поломки автоматов, в основном, это либо разгильдяйство владельца, либо чисто конструктивные уже поломки идут. То есть, в основном, зависимость ресурса от частоты замены масла, я думаю, там не совсем большая. Поэтому все это делается для профилактики, просто для того, чтобы нормально все работало максимально долгое количество времени. Но это не панацея от поломок. Поэтому, если конструкционная коробка плохая, она будет ломаться. Таким образом, что я хочу до вас донести. Если автомат или вариатор нормально спроектирован и сделан качественно, то у него будет нормальный, достаточно адекватный ресурс, который фактически будет мало зависеть от частоты замены жидкости. Потому что жидкость это у нас не основной определяющий фактор ресурса. Ресурс все-таки у нас больше заложен именно самой конструкцией и материалами. Это первый момент. Второй момент. С учетом того, что у нас качество материалов страдает, лучше периодически заниматься заменой жидкости в вариаторе либо в автомате. То есть все-таки это чуть-чуть, но ресурс будет продлять. Ну и также будет влиять на эксплуатационные характеристики. То есть толчки, пинки. Потому что жидкость в процессе эксплуатации, она, во-первых, теряет свои свойства, как ни крути, она не может работать вечно. Идет просадка по вязкости. Соответственно, у нас работа и плавность, например, работы трансмиссии, она может нарушаться. Но это такое лирическое отступление. В общем, еще раз мы смотрим, что стружки на магнитах у нас немного. А вот этот фильтр металлический, его желательно, конечно, поменять. Потому что если мы присмотримся, то внутри мы увидим вот такое подобие пыльцы. и промыть, я думаю, все это будет проблематично. Поэтому при цене вопроса небольшой на данный фильтр, мы его просто возьмем и поменяем. И не будем заморачиваться на промывке. Так, сейчас я попробую взять бумажечку чистую и пройтись. Так, берем чистенькую бумажечку белую и потрем внутри фильтра. Так, соответственно, что мы можем здесь наблюдать? Видим мы металлические вкрапления небольшие. Это частицы продукта износа. Вот они у нас блестят. И черные следы. Это у нас получается, я думаю, фрикционы. То же самое мы видим, получается, на корпусе. Вот у меня белая часть. Сейчас я вот так вот возьму и потрем. То есть, как можно видеть, загрязнение у нас присутствует. Вот эта взвесь, она у нас присутствует в жидкости автоматической трансмиссии, которая, гуляя по гидроблоку, начинает его абразивно изнашивать. Соответственно, можно сделать вывод о том, что жидкость периодически менять все-таки желательно, а не делать вид, что все у нас вечно и замены эта жидкость не требует. Да, если мы работаем по дилерскому регламенту, где, например, замена жидкости не предусмотрена в автоматических трансмиссиях, да, эта машина проедет 100, может быть, 200 тысяч, потом она отъедет, и вы поменяете коробку. Но методом полномерной замены жидкости мы минимизируем, получается, в этой самой жидкости количество загрязнений, в том числе металлических и остатков, например, фрикционных элементов. И у нас гидроблок, например, будет служить дольше. Другой вопрос в том, что на Тойоте запас по прочности очень большой, и она может ездить, ездить и ездить и ездить. Ну, это касается, конечно, в основном старых машин и коробок вот таких джиперских. Современные трансмиссии, как RX 350, например, они уже такой надежностью не отличаются, или Camry 3.5, они уже, меняй жидкость, не меняй, они конструктивно слабые. А так вот я вам, друзья, показал, что, ну, жидкость все-таки менять надо, как ни крути. Единственный момент, что можно не заморачиваться прям глобально и менять ее вместе с фильтром постоянно. Поменяйте хотя бы просто жидкость, начните с малого. Не делайте философию, не делайте какие-то тут демагогии, дебаты не устраивайте. Многие мне пишут, нафиг ты вообще это все дело меняешь, завод не предусматривает замену. Да, не предусматривает, но физику никто не отменял. Соответственно, приработку деталей никто не отменял, ничто у нас не вечно, все изнашивается, все оставляет вот такие вот следы. Мелких какашек, я смотрю, в фильтре достаточно много. Но, еще раз повторюсь, это все-таки пробег 300 тысяч. Я не могу точно сказать, менялся ли здесь когда-либо фильтр. Машина, в принципе, обслуживается давненько, в одних руках, скажем так. И я не помню, чтобы мы здесь меняли фильтр. Так, вот интересные моменты, да? Вот какие у нас все-таки загрязнения. Ну, 300 тысяч, в принципе, 300 тысяч с лишним пробега. Это уже допустимо. В общем, все освежим, почистим магниты, почистим поддон. И все это дело у нас будет бегать, бегать и бегать. Колечко, кстати, берите новое. Не надо экономить, надо брать новое. Так, ну-ка, вот у нас магнитики мы сейчас посмотрим. Вот у нас магниты. Грязь здесь присутствует, но не в каких-то глобальных супер больших масштабах. Но процедура полезная. В общем, вот такие вот моменты. Берите на заметку. Вот она металлическая какая-то пыльца есть небольшая. Продукты износа получаются уже механические. Видимо, все-таки шестеренки, планетарки, они у нас тоже не вечные. Так что, меняем фильтр. Все здесь чистим. Заливаем новую жидкость. Порядка 8-9 литров я прогоню. И дальше машина у нас будет жить. Продолжаем работать. Не всегда дело проходит гладко и просто. При демонтаже поддона один винт у меня обломался. Но слава богу, что это только был один винт. В общем, получается, высверливаем. Нарезаем заново резьбу. И ставим новый винтик. Был в запасе. Вот такие неприятности могут вас подстерегать при работе. Движуха идет очень медленно. Вот время на часах 12 ночи доходит. Я час пропыхтел просто с элементарной темой. Не мог слить антифриз. Открутил кранчик. Не течет. Забит на глушняк какой-то хренью. Видимо, герметик какой-то добавляли. Ковырял, ковырял. Не смог расковырять. Бросил эту тему. Перешел на другую сторону. С другой стороны этот краник здесь находится в очке. До него очень тяжело дотянуться. В общем, ладно. Дотянулся там кое-как. Так, открутил, тоже не течет. Здесь минут 25 потратил. Перешел на эту сторону. Думал, сейчас сам кранчик целиком в сборе откручу. Не идет, насмерть сидит. В общем, в итоге пришлось дрелькой просверлить отверстие там насквозь и слить антифриз. Потому что антифриз какашка полнейшая. И сливать надо целиком. Плюс еще я, может быть, эту систему попробую водой дистиллированной промыть перед заливкой свежего антифриза. Поэтому сливник мне нужен. Вот. На такие элементарные вещи, казалось бы, уходит очень много времени. Дальше, почему я не люблю заниматься моторной темой, и я и не занимаюсь. После всех вот этих процедур дурацких сервис просто насмерть засирается. Я уже второй раз убирал полы. Сейчас я буду убирать третий раз, чтобы можно было ходить. Иначе вся вот эта маслянистая фигня, она вот по всему боксу как бы расходится, что я очень не люблю. Поэтому сейчас наводим порядок. На сегодня я, наверное, завершаю. С утра продолжу. Потому что что-то 12 ночи уже сил нет вывозиться целый день на ногах. Вот такие интересные моменты. А потом говорят, ой, что-то там у тебя дорого, например. Ну а дешево-то не получается и сердито. Какой-то баланс надо держать, цена-качество. Потому что хотите дешево, приезжайте в какой-нибудь там черный гараж весь засранный. И там что-то кто-то вам делает, хрен знает что как бы. Поэтому вот из попутных моментов получается кранчик пришлось тут мудить, вертеть, восстанавливать. Здесь пришлось нарезать резьбу, болт поставить новый. То есть такие вот вещи как бы, они мелкие, но отнимают много времени. Ну и, соответственно, такие работы, ну, дешево не могут, наверное, стоить. Они должны как-то оцениваться, все эти интеллектуально такие... Как их назвать-то? Интеллектуально ручные вот эти работы по восстановлению неработоспособных или обломанных элементов и прочих моментов. В общем, ладно, лирику заканчиваем. Наводим порядок. И дальше я продолжаю уже заниматься ГРМом. Небольшая заметка на тему воздушных фильтров. Я потихоньку перехожу на оригинал, либо фильтры MAN. Ну и как вариант еще сейчас я взял фильтрон. Смысл весь в том, что... Вот здесь вот у нас фильтр был Ашика, если я не ошибаюсь. В общем, смотрим впуск. По-другому сейчас сделаем. Бумажечку чистую возьму. Так, давайте смотреть. Внутри присутствует пыль. Возьмем сейчас воздушный патрубок. На нем вот здесь лучше видно. Вот это то, что у нас идет на подачу в двигатель. Вот она пыль. Короче, ее достаточно много. Вот этой мелкой пыльцы. На камеру сложно передать. То есть я не скажу, что этой пыли здесь прям супер много. Но тем не менее, если присмотреться, вот эта пыль, это же абразив. Получается, когда она попадает в цилиндры, у нас начинается износ. Поэтому я вам, друзья, все-таки рекомендую, наверное, Сакура это у нас. Потихоньку переходить на оригинальные фильтры, вот на таких больших машинах, большообъемных. Ну, либо на хороших производителей. Это в основном у нас вот MAN-фильтры. Вот сейчас я перехожу на MAN-ы. Соответственно, на оригинальные. На 200-ку я вообще всегда только оригинал беру. На Prado Diesel современные тоже оригиналы у меня. Из аналогов можно ставить на машины, которые в лайт-режиме эксплуатируются. Но все-таки джипаки эксплуатируются у нас не только в городе. Поэтому, друзья, наверное, я вам порекомендую, в общем, заканчивать с Краиловым и брать нормальные, качественные, проверенные вещи. Чтобы мотор у вас ходил долго и хорошо на заметку. Так, еще раз показываю патрубок, который у нас к дросселю присоединяется. То есть, видите, да, запыление? Вот я пальцем протираю. Чернеет. То есть, это все пыль, абразив. В общем, берите на заметку на тему воздушных фильтров. Не каждый фильтр, фильтр. Так, мужики, то, что касается всяких дерьмогерметиков для устранения течи из радиаторов и прочего, не вздумайте применять это все дерьмо. Вот таким образом потом все это коксуется кусками и уделает систему охлаждения. Вот, смотрите, какие куски я достал. Херни, вот такой вот герметик ебучий. Прошу прощения, по-другому что-то даже и сказать нельзя. Ну, просто нормальную машину можно ушатать вот этим плохим продуктом, скажем так. Смотрите, какой кусок какахи я вон вытащил. Это же просто кошмар. Пипец вообще, задница полнейшая. Только в экстренном случае применяйте вот такие химические какие-то добавки герметичные в систему охлаждения. Если есть возможность избежать применения, лучше избегайте, потому что чем это потом кончится, непонятно. Если вот эта балда забьет, получается, ну термостат может забить, а если печку забьет, то потом печку менять. Это вообще геморрой. Поэтому будьте внимательны, не лейте что подряд никуда. Потихоньку идет подготовка к замене ремня ГРМ. Соответственно, разбираю компоненты. И сразу скажу, что не зря взяли натяжной вот этот ролик, потому что видите, где ремень стоит? Он сдвигается сюда, то есть у него идет износ, и он ушел чуть-чуть в бок, сместился. Поэтому 300 тысяч пробега берите новый. Иначе может ремень пойти пописать. Как я и предполагал, вертолет шумит. Промежуточный ролик шумит. Натяжитель у нас получается. Тоже подшумливает, но основной его косяк то, что он перекашивается. То есть у него вот здесь в механизме пошел износ, и у нас видно, что ремень сместился вот сюда, к краешку. Поэтому ход конем сделан правильный. Всю довесуху я всю меняю на новую. Первоначальное вскрытие произошло. Смотрим. На ремне трещины ставили мы когда-то оригинал. Получается порядка 150 тысяч он прошел. Ну и пора менять, соответственно, по регламенту. В такой момент, мужики, вот эту гайку не закручивайте очень сильно. Она потом выкручивается вот с этой шпилькой, и очень геморройно потом крышку эту вынимать. Я вот открутил уже ролик, чтобы вытащить. И получается, ну кое-как выколупал ее. Либо надо вот эту часть сейчас демонтировать. В общем, не затягивайте до победного. Некоторые элементы подтянули, и все путем. Ну и смазывать не забывайте, винтики, гаечки. Продолжается у меня работа по ГРМ. Сальник распредвала я один поменял, сейчас я второй меняю. И потом начну собирать все в обратном порядке. Процедура как бы не самая приятная, но движуха идет. А, сальник коленчатого вала тоже заменил. На заметку перед установкой шкивов, например, на коленчатый вал, нулевочкой проходим. Вот здесь вот убираем ржавчину, чуть-чуть наносим смазку и устанавливаем, чтобы потом все это дело легко снималось. Потому что снимать мне пришлось все это дело с съемниками специальными. Вот такими вот. Ремень оригинальный, смотрим метки. Правый распредвал, левый распредвал. Так, только без освещения получится показать или нет. Вот он. КР напротив точки. Здесь метка также совпадает. Сейчас ставлю ролик-натяжитель, потом сам натяжитель. Дальше два оборота проворачиваю, проверяю опять метки и собираю. Четыре раза прокрутил коленчатый вал. Проверяем метка раз. Метка два. Метка три. Камера плохо передает. В общем, видно, что выступ стоит напротив точки. Все, теперь можно со спокойной душой собирать обвес. Не помню, на чем я остановился. В общем, смысл в чем? ГРМ я подсобрал, но, как видите, я пока сделал времянку без вентилятора, потому что я не поставил пока на машину термостат. У меня патрубок сейчас напрямую с радиатора будет гнать все в двигатель по большому кругу. Залил я дистиллированную воду, чтобы промыть систему охлаждения, потому что видели, какие там были у нас внутри какашки. И, соответственно, дальше продолжаем заниматься попутно автоматом. Как вы видели ранее, я снимал поддон, чистил фильтр. О, собака в гости пришла. Снимал поддон, заменил фильтр, почистил магниты. Сейчас заправляю жидкость для автоматических трансмиссий Toyota Vs, первую партию в коробку. Итого буду прогонять примерно 9 литров. Первую партию залил, сейчас машину заведу. И солью примерно в районе 8 литров. Потом добью остатки. Машину прогрею до примерно 40 градусов и выставлю окончательный уровень. Дальше машину прогрею до примерно 90 градусов. Солью воду и уже по результатам дальше залью чистый антифриз. И установлю, соответственно, термостат. Поставлю крыльчатку вентилятора. В общем, подсоберу уже в полном объеме подкапотку. Ну, а сейчас занимаемся автоматом. Пробег 320 тысяч. Еще раз напоминаю, мотор работает четко, как новый. Японцы умели делать вещи раньше. Бомбовый мотор. Абсолютно беспроблемный. Супер надежный. Конфета. Ну, а я, как и сказал, прогреваю автомат. Соответственно, занимаюсь промывкой системы охлаждения. После того, как автомобиль прогрею полностью, солью воду дистиллированную и уже буду окончательно собирать здесь моторный отсек и заливать антифриз. Также установлю термостат. Термостата сейчас нету. Все гоняется просто напрямую. Чтобы не было лишних сопротивлений. И новый термостат, чтобы не засрать остатками вот этой какашки, которые присутствуют в системе охлаждения. Процедуру контроля я показывать не буду. Коробка холодная. Тут даже и на ощупь понятно. Пусть она греется. Открутили контрольку. Струйка полилась. Как только начинает капать, закрутили в уровень норме. Открутили, ничего нету. Значит, надо доливать. Все, руки пачкать не буду. Останавливаться на этом больше не буду. Если обратите внимание, я показывал, где стоял ремень со старым натяжителем и как он работает сейчас. То есть сейчас у нас ремень вот так вот сюда не съезжает наружу из-за износа натяжителя. А работает четко по поверхности ролика. Сидит, получается, в горизонте, а не вот так вот под углом. В уровень в автомате выставил. Сливаю дистиллированную воду. Как можно видеть, вода грязная сливается. Темноватая. Поэтому не зря решил я ее, эту систему немного промыть, перед тем, как залить чистый антиприз. Какашки надо убрать. Сейчас сольем с радиатора и потом я уже, получается, как и говорил, сливник на блоке подготовил, прочистил. Через него также сольем с блока. В общем, я решил сделать еще один заход по промывке системы охлаждения. Еще раз залил туда 10 литров воды в дистиллировке. Ну и сейчас уже более-менее чистая у меня вода сливается. Сливаю я ее сразу на пол, потому что надо помыть полы. Как раз мне этой воды хватит, чтобы здесь навести кое-какой порядок. Иначе потому что все просто загадилось. Второй заход по промывке дистиллированной водой я завершил. Сейчас устанавливаю новый термостат. В оригинале взял. На старом термостате. Не зря, кстати, взял. Видите, вылезла какая-то шняга. В общем, ставим новый. Чтобы все было по фэн-шуй. Оригинал с новой оригинальной прокладкой. Небольшое замечание по теме патрубков. Перед тем, как устанавливать шланги, вот это дело я все нулевочкой подчистил. Сделал поверхность хорошую, потому что она была, скажем так, загрязнена небольшими отложениями непонятными. На герметик я патрубки никогда не сажаю. Мне такой подход не нравится, потому что потом демонтировать это все тяжело при необходимости. Соответственно, очищать всю эту парашу. В общем, я стараюсь все делать по оригинальной технологии. Вот как он здесь сидит. Без всяких герметиков. Так я без герметика его и сажаю. Обычно, если поверхности чистые, привалочные, то никаких потеков, течи нет. Берите на заметку. В общем, я не любитель лишний раз мазать какие-то либо контактные поверхности герметиками. Там, где это не предусмотрено. Потом промою дроссель и заканчиваю с автомобилем. То есть, попутно еще передние колодки я заменил. Лампочки противотуманных фарксинодовые надо поставить. Тоже уже съездил, купил. Воздушный фильтр новый. Шприцовку сделал. То есть, тут, грубо говоря, достаточно много было работ. Хорошо, что они у нас завершаются. Время у нас получается 9. Вчера я закончил в 3 ночи машину. И получается, сегодня целый день с утра с 10 до 9 я уже ей занимаюсь потихоньку, помаленьку. Не люблю торопиться. Люблю делать все аккуратно. Также попутно номер двигателя почистил владельцу. Обработаю его потом защитным составом. Потому что весь был ржавый. И все у нас здесь будет по фэн-шуй. Друзья, благодарю всех за внимание. Всем удачи. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok